Поводом для внимания со стороны сотрудников Департамента по защите экономики Нацполиции Украины послужило решение о реструктуризации подразделений Запорожского облсовета, которое предусматривало начисление премий чиновника. Решение, говорит Владислав Марченко, было принято еще в феврале прошлого года, но вспомнить о нем правоохранители почему-то решили именно сейчас. Претензия в том, что когда мы год назад голосовали за изменения в штатной структуре областного совета, я должен был объявить о конфликте интереса. Вот все мое преступление в это сложное для страны время. Еще раз говорю, я голосовал за изменения в штатном и структурном расписании аппарата областного совета. Конфликт интересов – определение из законодательства о противодействии коррупции. Если решение, за которое голосует депутат, затрагивает его личные интересы, возникает конфликт, о котором он должен заявить до проведения голосования. В ситуации Владислава Марченко конфликта интересов юристы не видят. Здесь нет конфликта интересов, потому что аппарат облсовета призван обслуживать, скажем так, или в определенной степени руководить деятельностью областного совета. То есть это нормальная ситуация, когда областной совет принимает порядок оплаты труда для аппарата областного совета. Это так же, как Верховная Рада. Все знают, что депутаты Верховной Рады голосуют за размер зарплат депутатов Верховной Рады. Владислав Марченко уверен, подобные действия можно охарактеризовать не иначе, как политические репрессии. Напомним, на минувшей неделе президент Петр Порошенко во время экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что партии «Самопомощь» и «Батькивщина» будут отвечать за организацию блокады на Донбассе. Понимаю, что начало и старт политическим репрессиям дан давно. Более того, хочу отметить тот факт, что почему-то меня привлекли за это голосование, а руководителя из облсовета, помимо меня, я знаю, что не привлекли, потому что они принадлежат к блоку Петра Порошенко. Почему я считаю это исключительно политическими репрессиями? Потому что данные протоколы применены к двум заместителям, которые находятся в оппозиции к действующему режиму. Владислав Марченко намерен отстаивать свою правоту в суде. Продолжение следует...